Хатаму-ль-Асам Если семья не согласна, чтобы ты ехал, и у тебя нет средств оставить им на пропитание, совершать хадж нельзя. И это не возложено в таком случае на тебя. От большего желания и неимения возможностей он сидел и плакал. Мы говорим о боязни к Аллаху. Мы говорим о уповании на Аллаха. У него была дочь. Так вот, она застала его плачущим, того самого большого алима, хорошего раба Аллаха. Эта дочь была очень богобоязненна. Она спросила, о отец, почему ты плачешь? Внимательно слушайте. Это очень полезная история, на которую мы должны обратить внимание. Это то, что делали наши праведники. Вот кто являлся авлиями Аллаха. И спросила она, почему ты плачешь? Это была маленькая девочка. Настает время хаджа, и у меня очень большое желание совершить его. Но почему же ты его тогда не совершишь? Поезжай, сказала дочь. Нет денег, ответил отец. На это дочь сказала. Аллах даст тебе средства, Аллах даст пропитание. Отец говорит, с дорогой я как-нибудь справлюсь. А вот как мне с вами поступить? Ведь у меня нет ничего, чтобы оставить вам на еду. Нам тоже Аллах даст пропитание. Он не оставит нас, сказала дочь, чтобы угодить ему. Ведь она видела, как он хочет туда поехать. Потом Хатему-ль-Ассам сказал. Но ведь надо, чтобы твоя мать дала на это согласие. Если нет денег на продукты и нет ее согласия на это, он знал, что таким образом Аллах не будет доволен этим действием. Вы должны сделать так, чтобы ваша мать дала согласие на это, сказал отец. И дочь пошла уговаривать мать со словами. Дай свое согласие. Найдем мы пропитание. Аллах не оставит нас в плохом положении. Раз у Него такое сильное желание, разреши Ему совершить хадж. После этого все, и дети, и мать благословили Его, сказав. Иди, уповая на Аллаха. Аллах нам даст то пропитание, что нам положено. Дома осталось еды на три дня, когда Он уходил. Больше не было у Него оставить что-либо. И вот Он вышел в путь. Еды у Него и себе на дорогу не было. Он примкнул к каравану, идущему на хадж. И шел за ними пешком. Когда они только вышли за границы своих земель, Человека, который был главным в этом караване, Укусил в ногу скорпион. Люди начали спрашивать. Есть ли человек, который может вылечить его? И нашли они только хатима. Только он умел это делать. И человек вылечился. За счет муавизетов, аятов, которые он читал. То есть Аллах ответил на его дуа, и человек выздоровел. И этот человек, как пришел в себя, сказал. Все расходы этого человека туда и обратно я беру на себя. То есть еда, одежда, средства передвижения, все буквально в благодарность за то, что он его вылечил. И в это же время хатиму-ль-Ассам обратился к Аллаху. О Аллах, ты дал мне все, что мне надо. О Аллах, я прошу, не оставляй мою семью, которой я оставил еды всего на три дня, без поддержки. Вот такое он сделал дуа. И прошло три дня. Закончилась еда. И они не знали, что делать с голодом. Уже не могли терпеть, зажимали животы от боли. И тогда начали все обвинять эту девочку, которая говорила пустить отца в хадж, что Аллах не оставит нас. Это ты виновата. Ты его отпустила, а теперь некому нам принести еду, работать, добыть что-нибудь. А девочка смеялась. Они начали с удивлением расспрашивать ее, что же она смеется. Мы ведь сейчас с голоду помрем все. А она ответила, наш отец дает рицк или поедает его? Ведь дает рицк один Аллах, а остальные пользуются им. И они сказали, нет, он не дает пропитания, он лишь пользуется им. Пропитание дает только Аллах. И дочь сказала, кто пользуется риском, уехал, а тот, кто всегда будет его давать, с нами. Так чего же вы боитесь? Тут послышался стук в дверь. Кто там у двери? Спросили они. В ответ за дверью сказали, халиф, амир-му'минин просит у вас воды. Ехали халиф и его приближенные, и вот он сильно захотел пить и послал человека принести воду. И тот пришел к двери этой семьи. Так вот, он сказал, что нужна вода. Халиф хочет пить. Они взяли самую красивую чашку из тех, что были, наполнили и отдали ее. Халиф выпил из нее воду и удивился. Он никогда не пробовал такой вкусной воды. Аллах так сделал. И он спросил, откуда же принесли эту воду? Тот ответил, в этой местности живет человек по имени Хатин. Вот из его дома мы принесли воду. Позовите его сюда, сказал халиф. Я вознагражу его за такую вкусную воду. И один человек сказал, что его нет дома. Он в хадже, а семья дома. И что у них не осталось еды. И халиф узнал, про кого они говорят. Он спросил, это что же, тот хатим, который праведник? Это его семья? Да, ответили ему. Видели, вот такие пояса бывают. И весь этот пояс был весь в драгоценных камнях. За один такой пояс можно было выкупить все это село. Халиф снял с себя этот пояс и сказал, передайте это его семье, это мой подарок им. Потом сказал, все, кто меня уважает и любит, должны поступить так же. И все остальные, кто с ним, тоже отдали свои драгоценные камни, золото, серебро. Обменяв все это на деньги, они практически весь дом заполнили деньгами. Они накупили еды и все, что надо в доме. А тем временем та девочка плакала, которая смеялась тогда, когда все они плакали от голода. Теперь же она плакала. И мать ей сказал, «Как же странно ты себя ведешь. Когда мы умирали с голоду, ты смеялась. А теперь, когда у нас все есть и все радуются, ты же, напротив, плачешь». Дочь ответила, «Тот халиф, который пришел к нам, он создание Аллаха, которое не может принести ни пользы, ни вреда ни себе, ни другим». И он, посмотрев на нас со страданием, дал нам столько денег, которых хватит на всю жизнь. Что же было бы, если сам всемогущий Аллах посмотрел на нас так? Аллах, который властен над всеми халифами, Аллах, который скажет в судный день, «Я царь». Где же могущественные тираны? Где высокомерные гордецы? Ледаторин, «Я царь» «Я царь». Продолжение следует...